Грустный, но в то же время необычный праздник прошел в досуговом центре юность в Горках Ленинских. На завершении первой смены лагеря воспитатели и вожатые решили устроить для детей неоновую вечеринку. Сегодня закрытие смены, первой смены нашего лагеря, и мы решили организовать вот такое необычное событие. Бумажное шоу в ультрафиолете. Такого еще не было. Интересно детям и интересно нам самим. Идея такого праздника пришла коллективу центра, когда они хотели придумать для детей что-то необычное в последний день смены. Родители поддержали инициативу воспитателей и вожатых. Для детей это оказалось сюрпризом. Вот сейчас у нас праздник. А праздник в честь чего? В честь конца смены, первой смены. И что вы делаете на этом празднике? Мы играем, развимся, кидаемся. Нам включают разные музыки. И это очень интересно и очень круто, прикольно. В лагере царит особая доверительная атмосфера. Дети с радостью проводят время, занимаются творчеством, гуляют и ходят на экскурсии. Отношения с детьми у нас очень теплые. Как вы уже поняли, у нас здесь очень домашняя атмосфера. И мы общаемся на уровне. Поскольку я еще работаю параллельно с молодежью, то с детьми мне общаться намного проще. При этом для ребят прощание с лагерем действительно немного грустное событие. Школьникам здесь так нравится, что они ходят в этот центр уже не первый год. Две недели пролетели спустя, просто не знаю, так быстро. Хочется еще, чтобы еще там делать, рисовать. За эти две недели дети успели многое сделать. И одним из самых ярких событий стала встреча с героем России Евгением Черняевым. Этот дядя был подводник. Он всякие экспедиции ходил. Он был еще инженером. Вот он под Северный Ледовитый океан даже на глубине был. Показывал стаканчики, которые от давления под водой сжались очень сильно. Ну и много всего разного интересного. Время в лагере для ребят прилетело незаметно. Но лето полное приключений еще впереди. Дарья Ильюк, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.